Обзор чрезвычайных происшествий на Якутии 24 в студии Александр Зубехин. Здравствуйте! Траур объявлен в Мегино-Кангаласском районе. Подобное распоряжение подписал глава Улуса в связи с трагической кончиной детей в селе Хаптагай. Глава распорядился в день траура на всей территории района приспустить государственные флаги, а также порекомендовал администрации поселений, всем учреждениям и ведомствам отменить в дни траура развлекательные мероприятия. Напомним, в прошлое воскресенье в Хаптагайскую участковую больницу поступили мать с сыном в бессознательном состоянии. Оба отравились угарным газом. Причиной отравления стал автомобиль, оставленный в гараже семьи. Двоих старших детей семьи спасти не удалось. К счастью, младший 8-летний мальчик, находившийся все это время в коме, пришел в сознание. Он отключен от аппарата искусственной вентиляции легких. Медики педиатрического центра сделали все возможное. И вчера поздно вечером ребеночек был снят с аппарата искусственной вентиляции легких. В течение ночи его стабилизировали. И сегодня утром он пришел в полное сознание. Сейчас ребеночек сидит, сознание активное. По маме. Она сегодня у нас выписана из больницы, из Майи. Состояние ее стабилизировано. И до сих пор с ней работают психологи. В Нерюнгри предприниматель обманул горожан и получил по заслугам. Завершено расследование 12 эпизодов мошеннических действий, которые совершил 28-летний житель города Нерюнгри. Следствием установлено, что обвиняемый являлся индивидуальным предпринимателем. Занимался розничной продажей, книжной продукцией и детских товаров. Он обманным путем обокрал 12 граждан на общую сумму свыше 600 тысяч рублей. Заключая с потерпевшими договора поставки, индивидуальный предприниматель не выполнял своих обязательств по ним, а присваивал денежные средства, полученные им в качестве предоплаты и распоряжался ими по своему усмотрению. В настоящее время уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации мошенничества в отношении обвиняемого, направлено в суд. Напал на беременную женщину. Еще в прошлую пятницу в полицию обратилась жительница микрорайона Марха города Якутска. Заявительница пояснила, что подверглась нападению на одной из улиц микрорайона. Выяснилось, что днем к потерпевшей подошел молодой человек и, угрожая железным предметам, потребовал отдать деньги. Однако потерпевшая подняла шум, напугав этим злоумышленника, который скрылся с места преступления. Потерпевшая не сразу обратилась в полицию, так как испытала сильный шок. Подозреваемый задержан. Не успел затормозить. Накануне вечером в поселке Нижний Бестяк, Мегино-Кангаласского района, водитель автомобиля Тойота Гайя совершил наезд на женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель в момент происшествия был трезв. В объяснении мужчина указал, что во время движения заметил перебегающего человека, но не успел остановиться. Материалы происшествия переданы в следственные органы. В результате дорожно-транспортного происшествия женщина поступила в районную больницу с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, ствесение головного мозга, открытый перелом правого локтевого сустава, закрытый перелом обеих ветвей лонной кости справа со смещением. Назначено стационарное лечение. По данному факту проводится проверка. В Якутии сгорела крупная техника. Вечером около двух часов ночи в Томоте на 20-м километре участка Нижняя Якокитский произошел пожар, в результате которого огнем была повреждена электрическая буровая установка. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по республике. В результате пожара огнем повреждена электрическая буровая установка на площади 15 квадратных метров, отмечено в сообщении. Отделался штрафом. Резонансное дело в отношении бывшего врача села Иенгра Нерюнгринского района, избившего пациентку, прекращено. Он заплатил штраф в размере 30 тысяч рублей. Ранее прокуратура сообщала, что в новогоднюю ночь на дискотеке в селе Иенгра между присутствующими возник конфликт. Мужчина ударил женщину по лицу. Днем 1 января она пришла стимать побои в фельдшерский пункт поселка и попала на прием к врачу, в котором узнала своего обидчика. Вместо осмотра вышел очередной конфликт и даже брака. В середине января сотрудник больницы уволился по собственной инициативе. Нетрезвый водитель. Подведены итоги операции. Операция проходила с 23 февраля по 4 марта. Сотрудники ГИБДД совместно с полицейскими других служб проводили целенаправленные рейдовые мероприятия и массовые проверки водителей на предмет употребления ими алкогольных напитков. Так, в Якутске сотрудниками полиции было задержано и отстранено от прав управления автомобилем около 50 водителей, из которых более 10 человек сели за руль транспорта пьяными повторно. За 2016 год у нас погибло водителей, управляющих пьяными, 30 человек. В 2017 году у нас идет увеличение. Погибло 34 человека. По операции нетрезвый водитель, которая проходила у нас с 23 февраля по 4 марта, сотрудниками ДПС по республике в целом было выявлено более 175 водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Помимо трезвых водителей, на дорогах новая опасность – гололед. Март только начался, а на территории города Якутска уже произошло 29 ДТП по причине гололеда. Уважаемые участники дорожного движения, будьте внимательнее на дороге! Такова хроника происшествий к этому часу. Удачи вам! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова